Всем привет, ребят! Сегодня мы поговорим с вами о правильной настройке связи на вашем смартфоне. Вы в любом случае по телефону звоните, но никто из вас даже представить себе не может, что обычная звонилка, которая встроена в ваш смартфон, неважно какой вы пользуетесь, от гугла, стандартной, какую-то дополнительную сталь и так далее, является потенциальным шпионом и внесет в себе довольно-таки много угроз на самом деле. И этих угроз больше, чем пользы. Вот, кстати, почему часто мошенники легко получают доступ ко всему, списывают деньги с банковских карт и так далее, потому что, опять же таки, в этой же самой обычной простой звонилке, вот за это я звонилку говорю, вот обычная простая звонилка, вот у меня от гугл стоит по умолчанию, в ней есть куча, огромная куча различных уязвимостей. И сегодня я вам покажу, как их можно отключить. Да, понятно, что когда разработчики их создавали, они, возможно, не думали, что их будут использовать во зло, но, к сожалению, в современном мире их используют часто во зло. Поэтому я советую вам их отключить, чтобы сделать звонки безопасными, надежными. Вас никто не мог подслушать, ничего бы плохого не произошло, и, соответственно, не дай бог, никто бы вас не смог украсть деньги. Итак, погнали. Заходим в настройки нашего смартфона. Как вы понимаете, модель абсолютно не важна. Как я сказал, звонилка, версия звонилки тоже не важна. Самое главное, самое важное, это то, что просто, как я сказал, заходим в настройки, далее переходим в приложение. У всех это будет одинаково, даже если у вас Samsung. Заходим в все приложения, и здесь, вот сейчас у нас откроют все приложения, тут нам нужно найти в поиске приложение «Телефон». Вот, смотрите, у нас есть телефон-сервисы, это бесполезная вещь, она ни за что не отвечает. Есть телефон, вот нам с вами нужно настраивать именно телефон. Смотрите, все, что я здесь буду делать, делайте, пожалуйста, соответственно, точно так же, потому что это очень важно, это в первую очередь ваша безопасность. Вот, сразу скажу небольшой спойлер, что все настройки, которые мы сделаем, они никоим образом не повлияют на ваши звонки, вы также сможете нормально звонить, общаться, принимать входящие звонки, просто у вас будет очень хороший уровень защиты. И скажу вам так, никто за вас это не сделает, то есть только если вы сами это сделаете. Итак, вот мы в этих настройках телефон, что нужно делать. Заходим в разрешение приложения. Ребят, ну и тут первое, что нужно, это включить голову, и, соответственно, после этого и настраивать все это дело. Но смотрите, телефон, телефон, то есть мы заходим в нашу звонилку, да, вот здесь вот, и набираем какой-то номер телефона. Мы же не звоним с помощью этой звонилки по видео. Зачем телефону доступ к камере? Соответственно, получается, если это приложение может иметь доступ к камере как к фронтальной, так и к нефронтальной, то есть, да, к селфи-камере, соответственно, то оно может вас подслушивать. Если включить камеру, можно полностью подслушивать ваши разговоры. Я уже молчу, что можно записывать видео, где вы находитесь. Ну, можно вас спокойно подслушивать, соответственно, узнать какую-то важную конфиденциальную информацию. Поэтому звонилке не нужен доступ к камере. Полностью запрещаем. Все равно запретить. Если вы думаете, что когда вы совершаете видеозвонки, потому что телеграмму, ватсапу или там вайберу, то, поверьте, это совсем другие разрешения, а не вот это разрешение. Это именно вот этот вот телефон. Вот, как я повторяюсь, мы здесь номера набираем. Вот он просит доступ к камере, хотя камеру мы там абсолютно с вами не используем. Доступ к контактам, понятно, что ему требуется, само собой. Потому что без этого, ну, просто вы не сможете набирать номера из телефонной книги. Поэтому его не убираем. Местоположение. Итак, ребят, зачем, и смотрите, использовать точное местоположение? Зачем приложению телефон определять ваше местоположение? Абсолютно не нужно. Если мы даже предположим, что оно это делает для того, чтобы там непосредственно вышки искать или еще как-то? Нет, это полный бред. Потому что вышки ищутся и, так сказать, биллинг. Лучше связь делается совсем по другим протоколам. Этим занимается мобильный оператор. То есть это сделано для того, чтобы отслеживать вас. То есть вас, получается, по звонку через геопозицию можно спокойно отследить, не обращаясь при этом к оператору. Это опять получается за вами, что делает шпионит. Понятно, что это может быть в разных целях. Например, чтобы подсовывать вам рекламу. Они смотрят, вы там полетели в Америку, подсовывают вам одну рекламу. Смотрят, вы в Китай, полетели вторую рекламу. Или, например, в разных регионах находитесь. Там в Московской области или в Краснодарском крае. В Московской области вам там, например, я не знаю, еду будут подсовывать. А в Краснодарском крае в основном там отели или еще что-либо такое. То есть опять же такие. И плюс ко всему, ребят, камера и доступ к камере и к местоположению, что очень сильно еще и садит батарею. И, соответственно, имея эти разрешения, это приложение телефон может запускать их абсолютно, когда ему вздумается. То есть вы этого даже видеть не будете. Оно в фоне запустит, будет высаживать вам батарею. Плюс еще непонятно, зачем будет у него что-то там на камеру снимать и геопозицию вашу отслеживать. А вы, соответственно, даже и знать не будете. И будете решить, что у вас батарея умерла. А по факту нет. Просто это приложение вам все разряжает. Так, ну, доступ к микрофону, соответственно, да. Список вызовов. Тоже нужен телефон. Тоже нужен уведомление. Нужны смс-ки нужны, ребят. Вот устройство поблизости. Устройство поблизости. Доступ для этого приложения. Зачем звонилке, в которой вы номера набираете, доступ к устройствам поблизости? Что оно будет делать с ними? Связываться с ними или как? Все равно вы, когда нажимаете вызов, связь идет через мобильные вышки, да, через оператора. Какие устройства поблизости? Не будет мобильной сети, никому вы не позвоните. Даже если оно там найдет устройство поблизости, я не знаю, через Wi-Fi или через Bluetooth. Вы же не позвоните этому человеку через Wi-Fi, через Bluetooth. Собственно, вот еще одна опасная, бесполезная настройка, которая первая, подвергает уязвимости ваш телефон, потому что он имеет доступ к устройствам поблизости, это значит, к нему могут подключиться. А второе, как он ищет эти устройства поблизости, вы же понимаете, он включает GPS, он включает Bluetooth, он включает Wi-Fi, чтобы определять эти устройства поблизости и постоянно в фоновом режиме берет и ищет их, ищет, 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 ищет. И опять же таки ищет, тем самым подвергая вас и ваш телефон опасности и плюс очень сильно разряжая батарею. То есть сегодня мы с вами сделали, что? Мы настроили безопасно звонилку, то есть телефон на вашем смартфоне. Теперь можно полностью спокойно, безопасно на нем звонить, вот, убрали все возможные уязвимости и также очень сильно сэкономили батарею. Вот вы скажете, как обычная звонилка могла наносить столько вреда. А вот так вот, ребят, не знаем, конечно, зачем разработчики, в принципе, эти три настройки зашили в смартфон, но, наверное, были у них какие-то основания, но даже если трезво подумать и очень долго, ничего на ум нормального, логичного не приходит. Соответственно, возможно, сделали специальным, чтобы было не очень хорошо. Так что делайте все вот это. Если есть вопросы, пишите в комментариях, а мы с вами прощаемся. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова